Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» совместный проект Национального телевидения и прокуратуры Чувашской Республики. И я, ее ведущий Альберт Петров. Сегодня мы обсуждаем тему, касающуюся вопросов профилактики преступлений, совершаемых в семейной бытовой сфере. Тема довольно-таки серьезная, так как с семейным бытовым насилием приходится сталкиваться довольно-таки часто. И, как правило, жертвы насилия предпочитают замолчить об этом, что на деле приводит к еще большим проблемам. О том, как все-таки правильно поступить в таких ситуациях с точки зрения закона, какая существует ответственность за применение насилия в семье и как защитить свои права в нужный момент, мы поговорим с прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Чувашской Республики Сергеем Алексеевым. Здравствуйте, Сергей Витальевич! Здравствуйте! Сергей Витальевич, тема нашей передачи посвящена вопросам профилактики преступлений, совершаемых в семейной бытовой сфере. Что за это преступление, прежде всего, хотелось бы все-таки уточнить, касающееся этой категории? Ну, в первую очередь, это преступление, связанное с применением насилия либо с угрозой применения такого насилия, а также причинением вреда различной степени тяжести здоровью, совершенной в отношении членов семей, а также соседей. Мотивом данных преступлений выступают бытовые отношения. Например, муж побил жену, родители детей, или соседи, не поделив что-то, набросились друг на друга с кулаками. Какая у нас в нашей республике сложилась статистика о совершении преступлений именно в быту? В прошлом году в суды прокурорами направлено около 2400 уголовных дел, совершенных 1400 виновными лицами. По сравнению с 2014 годом их количество несколько увеличилось, вместо с тем в настоящее время их количество по итогам 5 месяцев снизилось. А какая у нас ответственность, предусмотренность, все-таки хотелось бы довести до сведения граждан за совершение подобных преступлений? Ну, ответственность за совершение подобных преступлений разная. В зависимости от тяжести, причиненного вреда здоровью, как я уже говорил, это уголовная ответственность за побои, за причинение легкого вреда здоровью, за причинение вреда здоровью средней тяжести, тяжкого вреда здоровью. Есть уголовная ответственность за угрозу убийством в случае, если потерпевший имел основания реально опасаться осуществления этой угрозы. Ну и наиболее опасное преступление – это все-таки убийство. В прошлом году прокурорами в суд направлено 31 уголовное дело о совершении таких преступлений. Бытовые убийства у нас составляют примерно треть от общего количества совершенных убийств на территории республики. И эта цифра, к сожалению, не снижается по итогам пяти месяцев текущего года. Так, в текущем году в суд направлено 11 уголовных дел об убийстве. В прошлом году таких дел было 9. Как вы считаете, то, что все-таки убийство совершается на семейной бытовой почве, этому предшествуют уже факты противоправных преступных деяний, которые в отношении именно жертвы совершались? Ну, как правило, преступления на бытовой почве просто так не рождаются. Этому предшествует длительное противоправное поведение виновного лица. И основная опасность их связана с тем, что люди считают семейно-бытовые правонарушения личным делом каждой семьи, и никто туда не вмешивается. Вместе с тем, при своевременном сообщении в правоохранительные органы, либо в органы исполнительной власти, многих трагедий можно было бы избежать. К примеру, недавно в Чебоксарах осужден мужчина, который систематически наносил побои своей жене и малолетней дочери. При этом ни одного сигнала ни от соседей, ни от самой жены в правоохранительные органы и в органы прокуратуры не поступало, а предоправно поведение ее сожителя. Все это привело к страшной трагедии, потому что в один из дней мужчина просто увлекся нанесением побоев дочери и причинило телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Он осужден к длительному тюремному заключению. То есть вы считаете, что все-таки, наверное, жизнь и здоровье важнее, да, чем вот эти предрассудки о том, что необходимо сохранить семью, как вот многие полагают, необходимо либо пожалеть этого человека, не сообщать правоохранительные органы. Все-таки, может быть, это чревато, я так понимаю, тем, что могут наступить такие последствия, довольно-таки серьезные. Я правильно понимаю? Я думаю, что все-таки психологический дискомфорт, который придется испытать при обращении в правоохранительные органы, он несколько, скажем так, лучше его перетерпеть, чем потом в последующем получить вот такие тяжкие последствия. Тогда возникает вопрос, куда, например, и как нужно обратиться в том случае, если, допустим, наносится побои? Как это правильно сделать? Ну, в случае нанесения побоев в любом случае правильнее обратиться в органы полиции с тем, чтобы их зафиксировать. Давать делу дальнейший ход, либо не давать, это законом отнесено к воле потерпевшего, поскольку побои у нас являются делами частного обвинения и возбуждаются исключительно по заявлению потерпевшего. И в суде потерпевший будет вынужден сам поддерживать это обвинение, но только в том случае, если он не находится в какое-либо зависимом положении от лица, которое нанесло им эти побои. Если какая-либо зависимость, либо установлены будут обстоятельства, в силу которых потерпевший не может защищать самостоятельно свои права, то уголовное дело согласия прокурора будет возбуждено дознавателем. И государственное обвинение в суде будет поддержано уже сотрудником прокуратуры. А в каких случаях именно будет считаться, что сам потерпевший не может свои права защищать? Это все зависит от конкретного дела, но если брать общий критерий, то это несовершеннолетие лица, которому нанесли побои, престарелый возраст, инвалидность, отсутствие юридического образования в совокупности. Эти факторы могут свидетельствовать о том, что потерпевший не в состоянии защищать свои права самостоятельно. И эту функцию на него возьмет государство в лице органов прокуратуры. Тем не менее, несмотря на то, что вы говорите, что такие уголовные дела, как побои, например, рассматриваются судом, и человек обращается в суд в последующем, все-таки вы говорите, что нужно обратиться сначала в полицию, а только потом в суд. То есть почему вы считаете, что нужно обратиться в полицию, а не сразу в суд, допустим, раз это дело частное обвинение? В полиции выдадут направление на судебно-медицинскую экспертизу, и судебно-медицинским экспертам будет определена степень тяжести полученного вреда здоровью в целях последующего использования вот этого заключения в качестве доказательства. Но ничто не мешает, конечно, потерпевшему самому обратиться с полученными побоями в органы судебно-медицинской экспертизы, получить соответствующее заключение и в последующем поддерживать государственное обвинение самостоятельно. А как можно охарактеризовать категорию граждан, которые чаще всего совершают подобные преступления? Больше всего таких преступлений совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Это свыше 80%. Около 70% совершают такие преступления лица, не имеющие постоянного источника дохода. И свыше половины – это лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. В прошлом году у нас зафиксированы два факта совершения бытовых преступлений лицами, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В текущем году и в позапрошлом году таких фактов зарегистрировано не было. То есть, насколько я понимаю, важно заниматься профилактикой алкоголизма, наркоманией, вопросами трудоустройства, да? Я правильно понимаю? Да. Это очень важно с точки зрения недопустимости совершения преступлений в быту. Мы прекрасно понимаем, что очень много проблем от злоупотребления спиртными напитками, а также от незанятости. Лица, которые ведут подобный антисоциальный образ жизни, они находятся в так называемой группе риска. И вероятность совершения бытовых преступлений подобной категории лиц наиболее высока, как показывает практика и статистика совершения таких подобных преступлений. Тогда вообще важно, наверное, не дожидаться, пока человек совершит преступление, а в том случае, если он совершает уже, скажем так, антисоциальные действия, кричит, шумит, выражается антисоциальным бранием, нарушает тишину и покой граждан, находит состояние алкогольного пенения, которое порочит, может быть, общественную нравственность. Вот в этом случае, наверное, уже можно, в принципе, обращаться в проехательный орган для того, чтобы, скажем так, были приняты какие-то меры. Вообще, существуют ли меры административного воздействия в этом случае? Да, существует. Административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан установлена статьей 9 закон Чувашской Республики об административных правонарушениях в Чувашской Республике, а за семейно-бытовое дебоширство статьей 19, указанного, упомянутого мной закона. Поэтому лица, вернее, совершение преступлений, как правило, лица совершают эти преступления из чувства безнаказанности, когда они не несут ответственность за, как вы уже упомянули, крики, шумы и недостойное поведение в быту. Нарушение тишины и покоя граждан подразумевает совершение действий, нарушающих тишину и покоя граждан 23 часов до 7 часов, а выходные и установленные федеральным законодательством праздничные дни с 22 до 8 часов. Семейно-бытовое дебоширство подразумевает совершение действий, нарушающих спокойствие граждан в месте их проживания, соединенные с действиями, выражающими явное неважение к окружающим, и в том числе к членам семьи, сопровождающиеся оскорблениями и нецензурной бранью. Нарушение тишины и покоя административных дел по таким составам у нас рассматриваются административными комиссиями при органах исполнительной власти, а правонарушения в области семейно-бытового дебоширства рассматриваются мировыми судьями. Ну как вы сами считаете, все-таки привлечение граждан к административной ответственности за подобные действия, они каким-то образом могут предупредить совершение более, скажем так, серьезных правонарушений в преступлении имеется в виду, да, в семейно-бытовой сфере? Все-таки это вообще нужно делать, привлекать к ответственности, сообщать о таких случаях в правоохранительные органы? Ну, безусловно, конечно, и это делать необходимо, поскольку привлечение граждан к правонарушениям менее опасным в последующем влечет за собой снижение общего уровня преступлений. То есть это хорошая профилактика? Да, безусловно. Всегда ли полиция работает качественно при рассмотрении уже сообщений о преступлениях? Все-таки вы говорите, что нужно обратиться в полицию, если бьют, допустим, и так далее. Всегда ли здесь все в порядке? Есть ли необходимость, скажем так, корректировки их работы? Ну, к сожалению, нарушения при проведении подобных проверок по фактам семейно-бытового дебоширства и преступления, совершаемых в семейно-бытовой сфере, качества не всегда соответствуют предъявляемым уголовно-процессуальным законным требованиям. Так, прокурорами в прошлом году выявлено свыше трех тысяч нарушений в обозначенной сфере. В основном они связаны с принятием незаконных и необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. В качестве примера можно привести следующее дело. Участковому полномочиям полиции было отказано в возбуждении уголовного дела по факту нанесения ножевого ранения мужем своей жене. При этом участковому не было принятого внимания изменения в законе о том, что применение оружия влечет за собой более строгую ответственность или предметов в качестве оружия. Незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено прокуратурой района. Уголовное дело было возбуждено по результатам дополнительной проверки. Мужчина привлечен к уголовной ответственности, в отношении него вынесен обвинительный приговор. Гражданин может сам обратиться в прокуратуру, если считает, что полиция бездействует либо принимает незаконные решения? Да, безусловно. Гражданин имеет полное право обратиться в органы прокуратуры. Жалобы на действия и бездействия органов полиции по разрешению сообщения о бытовых преступлениях рассматриваются в течение трех дней. И в случае необходимости из требований дополнительных материалов срок может быть продлен до 10 суток. О результатах гражданин будет уведомлен. Спасибо, Сергей Витальевич, за обсуждение столь важной темы. А еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-радостной деятельностью прокуратуры Чувашской республики Сергей Витальевич Алексеев. Как видим, все еще свойственно человеку терпеть насилие и издевательство над собой. Жалить своего близкого, члена семьи, сожителя или, напротив, бояться его. Однако порой такие жалости или страх могут обернуться серьезной трагедией. Важно вовремя подумать, а стоит ли молчать? Ведь может наступить момент, когда думать уже и поздно. Я же желаю всем мира и спокойствия в семье и с окружающими. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин